Здравствуйте, это программа интервью. Сегодня в нашей студии сразу два гостя. Две гости. Я представлю их. Это Ирина Масук, заместитель министра инвестиций и инноваций Красноярского края. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Шушковская, заместитель генерального директора Краевого агентства поддержки бизнеса. Говорить будем о поддержке малого бизнеса. Что-то вроде очной ставки сейчас, раз уж вы обе две здесь сидите. Начнем, наверное, с общего. Ирина Владимировна, вам первый вопрос. Но не секрет, наверное, отрицать не будете, что объемы финансирования поддержки малого бизнеса у нас в этом году снизились на 30, а то и на 50%. Я не буду спрашивать, почему это так, догадываемся, какие там причины, а спрошу в таком формате. Как вы подстроились под это? Что изменится, собственно, в деятельности министерства в отношении малого бизнеса? Основные и главный момент, который коснулся именно нашей государственной краевой поддержки, малого и среднего предпринимательства в этой части, это преобразование в отношении самой системы предоставления мер поддержки прямой финансовой предпринимателям. Если в предыдущем году еще мы предоставляли предпринимателю поддержку как на краевом уровне через нашу государственную программу, так и на уровне муниципального образования через муниципальные программы, то на сегодняшний день принято решение, и с 2014 года прямые формы поддержки смогут получить предприниматели только через муниципальное образование. Для чего это сделано? Мы считаем, что это позволит приблизить, во-первых, для конкретных предпринимателей возможность получения поддержки, приблизить для них эти формы, позволит им получить, отработать с муниципальным образованием именно те формы поддержки, которые необходимы данным предпринимателям в данном муниципальном образовании, потому что они могут быть разные в разных программах, и получить именно ту форму поддержки, которая нужна здесь сегодня этим предпринимателям. Ну и в целом, скажем так, соберет на муниципальном уровне большую капитализацию средств, позволит больше усилить это направление и предоставить большему количеству предпринимателей более эффективную поддержку. То есть более значимая роль является теперь муниципалитетам, да? А как это будет происходить? На конкурсной основе будет определяться муниципалитеты, у которых самые лучшие проекты, или всем муниципалитетам дадут по ровну, а они уже будут что-то вроде конкурса проводить? Мы для себя приняли такую же форму распределения субсидий, которая действует на уровне федерации для субъектов Российской Федерации. Это конкурсная основа, да, муниципальные образования готовят свои программы, готовят свои заявки, заявляются к нам с конкретными мероприятиями, которые бы они хотели, чтобы в этом году были поддержаны. Мы проводим конкурс, определяем в зависимости от потребности каждому муниципальному образованию тот лимит средств, который будет предоставлен, и, соответственно, его предоставляем. Здесь, конечно, учитывая, что на сегодня у нас такую форму поддержки могут получить предприниматели только на уровне муниципального образования, мы существенно усилили работу с муниципальными образованиями с этого года и, скажем так, уделяем им гораздо большее внимание, не хотелось бы это называть контролем, мне ближе называть это сотрудничеством, совместной работой с муниципальными образованиями по этому направлению поддержки. Во-первых, наши сотрудники уже сейчас по всему краю участвуют в координационных советах, которые в каждом муниципальном образовании, при главах муниципальных образований образованы. Туда входят депутаты от представительного органа власти, входят сами представители органов власти, входят обязательно предприниматели. И задачами этих координационных советов как раз и есть определить те самые меры поддержки, формы поддержки, которые нужны предпринимателям этого района, определиться с теми проектами на муниципальном уровне, которые действительно эффективны, и их эффективность зависит именно от тех мер поддержки, которые будут предоставлены. И именно этот круг задач, для его решения мы, значит, командируем сотрудника министерства, он участвует во всех этих заседаниях, и где-то советом, где-то, может быть, какие-то направления задаем в этой работе. И, ну, соответственно, обязательно, это у нас с прошлого года в нашу программу внесено такое изменение, у нас серьезный контроль за тем, каким образом эти средства израсходаны, кто получил поддержку. Фактически каждого получателя мы знаем и отслеживаем, какой эффект она принесла. Ну, тут меня хотелось бы спросить уже у Ольги Александровны, как у человека, возглавляющего агентства, имеющего филиалы в каждом районе. И, коль уж, значимая роль теперь отводится именно районному бизнесу, малому бизнесу в городах и районах, а есть ли он у нас в территориях Красноярского края, ну, судя по тем обращениям, которые вы фиксируете в свое агентство? В районах есть бизнес. Есть бизнес, как и представлен, как и микробизнес, и малый бизнес. И, в общем-то, агентство в начале своей деятельности было ориентировано именно на микробизнес. Потому что были такие финансовые услуги, которые в виде микрозаймов, это займы до миллиона рублей. И, конечно, основа была поддержать тех начинающих предпринимателей и тот микробизнес развивающий, которым требовались услуги финансового характера невысокого. Начиная с 2013 года, деятельность агентства активно развивается в направлении внешнеэкономической деятельности. То есть предприниматели, которые развивают свой бизнес в этом направлении, выходят на другой уровень уже развития бизнеса. Они пользуются услугами Центра экспорта и Еврокорреспондентского центра. То есть это услуги, которые направлены именно на развитие деятельности предпринимателей. Найти контакты за границей, рынки сбыта. Как за рубежом Российской Федерации, так и на территории всей Российской Федерации между регионами. То есть межрегиональное развитие. Это когда предприниматели находят поставщиков, либо покупателей на свою продукцию в других регионах, либо за рубежом. Я правильно понимаю, что в условиях сокращения финансирования вы делаете упор как раз на нефинансовые сейчас инструменты. Да, это действительно именно так. Финансовые меры поддержки – это инструмент, который, конечно, обязательно, на наш взгляд, должен присутствовать. И он в программе все равно остается, хоть и в меньшем объеме финансирования. Но все-таки главной задачей государства является создание условий для развития бизнеса. И это как раз в основном развитие инфраструктуры, развитие нефинансовой формы поддержки, информационных, консультационных услуг. Вот на этом мы делаем упор больше в этом году. Но в то же время, насколько я понимаю, микрозаймы – одна из самых популярных услуг. Она же не зависит именно от бюджетных средств? С этого года она не зависит от бюджетных средств. Одно из важных преобразований, которое произошло в нашей программе, связанное с необходимостью, конечно, сокращения бюджета – это то, что мы перестали финансировать нашу инфраструктуру, агентство поддержки малого и среднего предпринимательства на такие задачи, как микрозаймы и поручительства. То есть, если еще до прошлого года они получали средства для ведения такой деятельности, и на сегодня они уже действуют полностью за счет капитализации прошлых лет, ну и, соответственно, за счет тех денег, которые заработали на этих услугах за прошлые годы. Сегодня они полностью на самообеспечении в этом отношении. Тогда объясни простым обывательским языком, какие инструменты исчезли, какие появились, я примерно понял, да, это вот новый экспортный рынок, а что исчезло или ничего не исчезло, все осталось как было? Ничего не исчезло, ничего не исчезло, а преобразования затронули только способы и формы предоставления поддержки. То есть, бизнесмен теперь попросту обращается в муниципалитет или не так? Ну, бизнесмен теперь обращается в муниципалитет за всеми формами государственной поддержки, которые ранее предоставлялись и на краевом уровне. И ужесточение условий не произошло там в дополнительных справах, документов, ничего этого нет? Нет, это не допускает действующее законодательство, ухудшение положения в этом отношении, поэтому нет. И муниципальные программы, они в большинстве своем похожи на программу государственную, краевую. Поэтому примерно формы и способы предоставления остались теми же самыми, только стали еще ближе к потребителю, перешли. Коллеги, а вот если так вот откровенно, какой объем, вот вся имеющаяся поддержка, выделяемая краем, оказывает на реальное состояние дел в малом бизнесе? Потому что понятно, что малый бизнес гораздо шире, чем, наверное, то количество фен, которое вы поддерживаете, там, опять год в год. Идет ухудшение в виде, там, повышение ставок налогов, введение каких-то новых налогов. А поддержку, вот есть такое ощущение, что получают лишь вот ограниченные, там, когорты каких-то малых бизнесменов. Или это не так? Расширяется ли этот вот круг? Ну, действительно, каждому помочь, может быть, даже и не каждому нужна наша помощь, и каждому помочь и невозможно, особенно, если это касается финансовых форм поддержки. Но в целом, по нашим анализам, по нашей аналитике проводимой, примерно 20-25% всех предпринимателей малых и средних края получают форму поддержки в течение каждого года. Считаем, это достаточно серьезный цех. Я думаю, хорошо было бы видно по тому списку предпринимателей, которые регулярно ездят в бизнес-миссию. Тут я уже, наверное, Ольге Александровне спрошу. Бизнес-миссия – это один из постоянных форматов и горячо любимых нашими предпринимателями. А не одни ли эти же люди ездят? Нет. Нет, во-первых, направления бизнес-миссий, они разные. Если в прошлом году бизнес-миссии были Ростов-на-Дону, Москва, Германия, то в этом году уже организовали бизнес-миссию в Томск. В мае бизнес-миссия будет в Крым и в Казахстан одновременно. И, во-первых, разные сферы деятельности. Если в Казахстан сейчас выезжают предприниматели направления строительных организаций, то в Крым порядка 40 предпринимателей группа, абсолютно разные направления сфер деятельности. И для себя они поставили задачу как найти поставщиков, так и продать свою продукцию, заключить контракты, соглашения. В этом же году, в начале первого квартала, международная бизнес-миссия, которая проходила в Германии, уже есть успешный контракт в направлении туризма. Да, главное, это же контракт заключаемый. Да, Саянское кольцо. Три контракта в стадии соглашения. Это туристический бизнес. Есть контракты международного уровня, есть контракты межрегионального уровня. Ну, понятно. В общем, в целом, если подытожить, я так понимаю, хотя номинально произошло снижение объема финансирования малого бизнеса, по факту объем поддержки не уменьшился, просто поменялись немного формы, и ключевая роль теперь снизилась, спустилась на уровень муниципалитетов. Все то же самое, все те же самые инструменты действуют. Все те же самые инструменты действуют. Да. Успокоили ее на этом. Спасибо большое коллеге. Я напомню, что сегодня в гостях у нас были Елена Масук, заместитель министра инвестиций и инноваций Краснодарского края, и Ольга Шушковская, заместитель генерального директора Краевого агентства поддержки бизнеса. Спасибо. Это была программа интервью. Увидимся.